Я полагаю, что во всей этой истории с экологами есть две правды. Одна правда – это существование стран созрелой демократии, стран развитой демократии и населения, которое не просто существует в условиях этой самой демократии, а которое главное в этих странах. И вот это самое население, эти самые народы, естественно, озабочены и озадачены тем, чтобы бизнес, особенно большой бизнес, особенно бизнес, связанный с разработкой полезных ископаемых, не нарушал вот этот очень хрупкий баланс, который существует сегодня между природой и человеком. Вот на этом строится отношение гринписовцев с правительствами и руководителями большого бизнеса в этих странах. И понятно, что любая акция гринписа – это акция народа. А стало быть, и реакция большого бизнеса и правительства этих стран идет в соответствии с этим. То есть они защищают себя, защищают свой бизнес, защищают эти самые платформы, защищают некое вторжение в природу. Но, тем не менее, ни коим образом не возбуждают народ на большие акции, уже не помощью с гринписа, а с помощью других ситуаций. У нас все ровно наоборот. Большой бизнес плевать хотел, так сказать, на наш замечательный народ. Ему нужны бабки, бабло. А что при этом гибнут там животные, там погибают, не знаю, флора, фауна и так далее. Это же все потом. Потому что дети тех людей, которые руководят в том числе этой платформой, они не живут в этой стране. Да и сами они давно уже в этой стране не живут. Для них эта страна – это источник богатства. Пока они существуют в таком вот виде, история с гринписовцами, с любыми другими протестными акциями будет ровно такая. Вся сила государства будет направлена на подавление этого. Потому что молчать нам нужно бабло. Все. Продолжение следует.